Привет, ютубчик! Привет, мои юные самодельщики и самоделицы, или самодельщицы! И сегодня для вас небольшое видео распаковочка. Заканчивается зима, на носу у нас сезон, сезон велосипедный, строительный, какой угодно. И, соответственно, инструмент нужно готовить уже сейчас. Для того, чтобы потом не было мучительно больно. В общем, представляю вашему вниманию вот такой вот сварочный аппарат. Недавно, во всяком случае, может он и давно, но я недавно о нем узнал, что такое существует. Аппарат Sirius сварочный, аппарат маленький. В чем отличие основное его от остальных аппаратов? Он может варить электродами, и он является полуавтоматом. Вот, полуавтоматом он является тем, который варит без газа, чисто флюсовой проволокой. То есть, газовый баллон таскать не надо. Когда едем на установку, берем маленький аппаратик. И для каких-то небольших ремонтов, небольших задач, надеюсь, его будет хватать. Вот такая информация о нем. Чтобы я не пересказывал, можете прочитать сами. Ну, и смотрим его вживую. Итак, прислали мне его в комплекте от фирмы. Заказывал. Идут два наконечника. Вот они. Это на 0,8 и на миллиметровую проволоку. В комплекте идут кабеля. Один кабель у нас масса. И один кабель у нас для электрода держак. Кабеля, в принципе, очень небольшие, метровые. Но, учитывая легкость аппарата, думаю, что можно подвинуть аппарат всегда. Это держатель маски. Вот такая щеточка. Все ее любят ложить. Вот. В комплекте дается у нас катушечка. Не скажу вам точно, какая дается в комплекте. То ли это, то ли это. Потому что я у продавца заказал дополнительную катушку. Флюсовый дрит. Флюсовый дрит. Ну, тут все по-нинашенски. В общем, вот такие катушки килограммовые. Идут к нему в комплекте. А, нет, это полкило катушечка вообще легенькая. Это с аппаратом она идет. А это на килограмм. Это я заказал. Кстати, едон. Сворачивая аппарат, у меня такой есть. Ну, и, в общем, прислали мне вот такую катушечку. Но это мелочь. Хочется поскорее достать сам аппарат. И посмотреть на него. В коробочке мы видим стеклышко. И коробочку пока уберем. Ну, как собрать китайскую маску. И, я думаю, знают все. Но не факт, что она нам вообще нужна. Мы ее положим пока вот туда же. И перейдем непосредственно к самому вкусному и интересному. Это вот такой маленький сварочный аппаратик. Сразу по габаритам. Чтобы вы наглядно могли себе представить. По габаритам это вот так. Ну, где-то 33 сантиметра на 15. И высота. Ну, где-то 18-19. Если вот с вот этой штукой, то 19. Аппаратик вообще невесомый. Маленький, легенький. Никакой сложности. Вот можно ремень на плечо повесить. Полез с ним куда хочешь. Варить, что хочешь. Значит, имеет он несколько режимов. МИК, ММА. Это электроды. Это полуавтомат. Что такое осы, еще не знаю. Будем разбираться. Когда буду варить, я вам это тоже покажу. Несъемный кабель у нас идет. Ну, естественно, в этой цене ожидать от него чудес не приходится. Поэтому съемный кабель это было бы слишком уже. Цена немногим больше 100 долларов. Это для того, чтобы вы не считали там на свои валюты, не переводили. То есть с моей я даю то, что в принципе всем понятно. Вот такой простенький пистолетик. Около двух метров. А то может и не двух. Около двух, да. Метров. Шланг, рукав. Либо УДЭН, если хотите по-правильному. Вот. Вот такой он внутри. Внутри у нас стоечка катушки. И что самое прикольное, конечно, я такого не видел. Ну, вот лента, не лента, а проволочный протяжный механизм. У нас весь пластмассовый. Это все, это пластмасса. Как это долго будет вообще жить? Насколько это жизнеспособно? Не знаю. Покажет только время. Следите за канальчиком. Подписывайтесь. Я обязательно дам о нем позже информацию. Как он себя покажет. Я его покупал. Никогда не варил флюсовой проволокой. Но смысл даже не столько в этом. Сколько мне нужен был маленький аппарат для поездок на объекты, на монтажи и так далее. Чистое с точки зрения удобства. Никто не собирается варить километры швах. Я вам не советую, если вы будете покупать такой аппарат. Не думайте, что можно вообще на нем бесконечно ездить. Относитесь к нему все-таки как к бюджетному аппарату. То есть это ремонт. Можно сделать какой-то ремонт своего автомобиля. Небольшой. Но именно небольшой. Для профессиональных СТО или производства. Я думаю, такой аппарат долго не выживет. Поэтому не забудьте поставить палец. Оставайтесь на канале. В следующем видео я покажу, как он варит. Как он заряжается. И скажу свои первые впечатления. Так как уже есть кое-какой опыт работы с аппаратами. Спасибо. До новых видео.